Приветствую, друзья! Вот было раньше такое где-то в газетах. Мой ответ Чимберлену. То ли Ленин, то ли Сталин, то ли Хрущев. Кто-то там писал Чимберлен. Мой ответ Кашпировскому. Почему? Потому что в своё время Савка Байчева, международная журналистка из Болгарии. Моя ученица, муж которой был потом министром иностранных дел Болгарии Васил Байчев, а сын Баян, мои друзья. И Савка потом организовала в Болгарии, в Софии издательство, название которое я подарил, Homo Futurus. Так вот, Савка Байчева, она подошла к Кашпировскому, когда Болгарию, Кашпировский проводил свои курсы и спросила, а что она думает по методу саморегуляции ключ Хосе Алиева. Кашпировский ответил, никогда никакие методы саморегуляции не заменят установок на его сеансах. Короче говоря, вопрос заключается в том, что я сейчас, пускай ему передают привет, он талантливый человек, но как раз таки я всегда был против воздействия, потому что я сам занимался гипнозом много лет и хорошо понимаю, что можно научить человека самому это делать. и там не нужен уже никакой Кашпировский. Это первое. Второе. Вот сейчас как раз недавно я создал методику две минутные за закрытой дверью, где ни меня нету, где никого нету, где ни Кашпировского не может быть, за закрытой дверью, чтобы человек сам себе устроил психологическую разгрузку. Я об этом говорю уже много дней. Это психологическая разгрузка, это как раз таки сброс стресса, буквально за минуту, за две. Сброс стресса – это когда человек делает то, что ему хочется, то, что он обычно не делает, потому что он находится в обществе. А за закрытой дверью он может это сделать. Я говорю там правила, особый алгоритм, с помощью которого человек может быстро разгрузиться, прийти в себя, настроиться на восстановление или на творческий процесс, поймать в себе вдохновение. Таким образом, оздоравливается, исцеляется, и у него происходит то, что происходит на сеансах у Кашпировского. Потому что 30% людей, по моей статистике, за много лет, а я 50 лет занимаюсь этим, 30% людей с первого раза, за пять минут, попадают в состояние, которое по-разному называется. Альфа-состояние, транс, релаксация, медитация, ну, как хотите, называйте. В разных методах по-разному, на самом деле, это нулевое состояние, безмятежности. Ну, 30% за один раз. Ну, какие могут быть проблемы? Зачем им тогда посещать столько психотерапевтов, заниматься столькими курсами, когда человек сам может взять из этих 30%, всем другим остальным 70%, но уже дополнительные приемы. Так вот, эти 30% легко погружаются, освобождаются от любого стресса. Так вот, мне удалось создать инструкцию, которую я читаю за полминуты, инструкция. Чтобы ее создать, мне потребовалось столько лет. И вот недавно я эту инструкцию придумал, что я просто человеку даю эту инструкцию, он ее прочитал, потом я отключаюсь от интернета, он отключается от меня, заходит в свою комнату, и там по этой инструкции, по этому алгоритму, делает вот эти вот действия, которые я ему в инструкции сказал, правила, которых в мире раньше никогда не было. Да. Я, конечно, горжусь нашей школой, потому что в создании этой инструкции вольно или невольно участвовали все наши участники школы «Человек будущего» «Хомофутурус», развивая наш метод саморегуляции «Ключ», и мы все в книге последней, в предыдущей книге, их советы, их приемы, с их именами и фамилиями, то есть это целая система. Вот последняя книга, которая была. Там имена наших участников почетных, там их фамилии, там их приемы, там их предложения, все это вместе анализируя, я создал эту инструкцию. То есть она родилась не на пустом месте. И не из моих вымыслов. Она родилась первая. Из того, что я из острых стрессов вводил людей в Беслане, детей взрослых, где они не слышали психологов, а потом я учил психологов это делать. В Каспийске, Кизляре, Волгодонске, ой, Господи, во все города, где были теракты, я летал и выводил. Потом учил психологов МЧС, психологов Минобороны, психологов Минобразования и так далее. Годами учил. И создаю в дне. Это школа, человек больше хомофутурис. И работа с участниками школы. Вы можете себе представить, какой целый социальный организм над этим работал, чтобы выдать эту инструкцию, которую можно прочитать сейчас за полминуты. и человек потом заходит себе в свою комнату, где никаких Кашпировских нету, где никаких психотерапевтов нету, никого нету. И сам все это делает. Почему так удалось сделать? Потому что были найдены именно ключевые моменты работы мозга. У меня есть все же на работе мозга модель. У меня есть модель невесомости у космонавта в земных условиях, чтобы он быстрее адаптировался в полете, который я создал в Центре подготовки космонавтов. У меня есть работа с миллионами, миллионами людей, потому что я, в общем, не буду про себя рассказывать. Вы там посмотрите, новичок, в описании под этим роликом. В описании. Просто посмотрите, кто я. Я для чего это все говорю? Я хочу, чтобы передали Кашпировскому мой привет. Потому что человек, он талантливый, ищущий, ищущий, и теперь пускай знает, что можно с помощью саморегуляции сделать с собой все то, что можно было бы сделать с помощью воздействия со стороны. Тем более, если вы вспомните сеансы Кашпировского, как в зале там сидели люди, он им что-то говорит, а кто-то там берет и в это время вот так руками машет, там впадают в какие-то состояния. Так это один из элементов, если вы самостоятельно начнете вот так руками делать, вы тоже войдете в состояние без всякого Кашпировского. Ну, это маленькая изюминка, маленький элемент, на что он не обращал внимания. Я обратил на все это внимание. В общем, если вы будете воспроизводить те действия, которые вы делаете в состоянии транса, в состоянии стресса, если вы будете делать эти действия осознанно по алгоритму, которые я даю, а я его давал вот сейчас буквально на бесплатном ликбезе, который за две минуты снимает стресс, кто успел посмотреть, а я сейчас вот не буду давать, потому что у нас завтра или послезавтра с Романом Газенко, с моим другом будет вебинар, на котором я обязательно это там Роман Газенко будет говорить свою часть, раскрывать корни слов. Он психолингвист известный, он драматург. Мы с ним очень хорошо, синергетично работаем, развиваем. Да, я буду свою часть как врач, как нейропсихолог, психокибернетику давать. Итак, друзья, мой ответ по Шпировскому. Здоровье ему, он много поработал, много людей было, которым он помог, но много было людей, которым он не смог помочь. Теперь мы поможем большему числу людей, потому что люди смогут делать это еще. И самостоятельно тоже. Психически здоровые люди. Да, все, у кого психические заболевания, как и в аутотренинге, это надо делать под контролем врача. А врач должен у меня проходить подготовку. Ну, как и положено во всех методах. До встречи.